В завершении ремонта в поликлинике номер один на рабочем поселке с нетерпением ждали тысячи пациентов, территориально прикрепленных к этому медучреждению. Теперь здесь тепло, уютно и комфортно. Такие условия и для пациентов, и для медперсонала созданы после капитального ремонта здания. В ходе работ, которые продолжались в течение года, в поликлинике полностью заменили инженерные сети, сделан косметический ремонт кабинетов, приведен в порядок фасад здания. Оснащение поликлиники еще продолжается. В ближайшие месяцы поликлинику поступит новая мебель. По большому счету, все, о чем мы мечтали, что планировали, все эти работы в сметы попали, работы эти выполнены. Это полностью вся инженерная инфраструктура, и общестроительная работа, и капитальный ремонт, и фасады сделали, и кабинеты отремонтировали. Районная поликлиника обещает помочь немножко поликлинике номер один в части мебели. Сейчас разыгрываются конкурсные процедуры, и мебель новая сюда тоже придет. Но, тем не менее, на мой взгляд, общий вид, общая обстановка. Поговорили с жителями, с пациентами, с врачами, которые тут работают. В целом, все хорошо, ну, на пятерочку. То есть, очень приятно, что и строителям тоже огромное спасибо, что все, что они обещали, все сделали. И самое важное, мы не один раз говорили, что с такими вопросами, проблемами мы сталкивались, что объективно не все необходимые работы попадали в сметы. Это как раз тот случай, когда все, что хотели, все, что планировали, все попало, все работы выполнены. Капитальный ремонт в поликлинике был закончен еще в мае этого года. Средства, а это 20 миллионов рублей, получены по областной губернаторской программе здравоохранения Подмосковья. Михаил Юрьевич отметил, что впервые за много лет Сергеопосадский район осваивает подобный объем финансирования, выделенный на ремонт учреждений здравоохранения. Большая вообще работа в целом по Подмосковью идет в плане здравоохранения, в ремонте, в строительство новых ФАПов, в капитальном ремонте. Хочу сказать, что наш тоже район, как мы видим, не отстает, стараемся быть в тренде. Мы за этот год более 120 миллионов рублей также тратим на капитальные ремонты. Это и наше отделение в районной больнице, это и Богородская поликлиника. Это сейчас идет в самом разгаре строительства ФАПов у нас в районе. То есть, ну, наверное, опять слова благодарности губернатору, да, и слова благодарности нашим медикам, что мы не сидим на месте, не сложа руки, а все-таки, видя те острые проблемы, острые объекты, которые необходимо уже ремонтировать, выходим, смотрим, делаем сметы, обращаемся в правительстве и получаем это финансирование. Ирина Самойлова, Сергей Кошайкин, День города. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok